Как убрать мешки под глазами? Это огромнейшая проблема, которой мучаются миллионы женщин. В этом видео я подробно расскажу, как на самом деле можно справиться с этой проблемой. Об этом вам не расскажет ни один косметолог. Я расскажу истинные внутренние проблемы, которые приводят к образованию мешков под вашими глазами. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий фитотерапевт, нутрициолог, доктор китайской медицины и ведущий вашего любимого канала «Твое здоровье». Поехали. Круги под глазами беспокоят достаточно большое количество людей, но те средства, которые я вижу, используют для восстановления кругов, обычно для меня выглядят очень смешно. Это либо огуречные маски, либо кто-то мажет сметану, кто-то использует дорогостоящие крема в попытке восстановить эту область. Какие же истинные причины могут привести к тому, что здесь образуется лишняя жидкость, здесь образуется застой? Первая причина находится у нас в животе, а именно связана с почками. Все лицо человека является проекционной некой зоной, которая отражает работу всех наших внутренних органов. И если у человека все хорошо с брюшной полостью, то и будет все хорошо с лицом. Поэтому мы должны отталкиваться от древнего принципа, что внутри, то есть снаружи. И проекционной зоной под глазом является почка. Поэтому когда у человека есть проблемы с почками, когда есть там нарушения, когда есть воспалительные процессы, когда есть нарушение фильтрационной способности почек, способности выводить токсины из организма, то у человека это сразу будет отражаться в этой зоне. И сколько бы вы не использовали дорогостоящие какие-нибудь липосомальные крема, они вам точно не помогут, пока вы не восстановите свои почки. Поэтому первая моя рекомендация будет звучать таким образом. Лечите и восстанавливайте свои почки. У меня, кстати, есть одно из потрясающих видео. Обязательно его посмотрите. Оно касается почек и восстановления данного органа. Поэтому я думаю, многие люди в том числе замечали, как только они выбьют какое-то большое количество алкоголя, съедят большое количество соленого, это сразу будет влиять на почки. И как следствие вызывать вот здесь застой, вот здесь отек. Дело в том, что почки отвечают за соотношение в том числе таких ионов, как калий и натрий. Если почки работают плохо, то это будет приводить к избытку натрия в нашем организме. И здесь это будет жидкостья накапливаться. Это очень такой важный диагностический признак, важный сигнал для нас, на который мы должны обратить внимание. Чтобы прямо сейчас понять, какие еще есть признаки интоксикации вашего организма, обязательно заполняйте анкету по ссылочке под видео. Вообще много у нас существует таких тревожных знаков, признаков от нашего организма, на которые обязательно нужно обращать внимание. Второе, о чем нам могут говорить наши мешки, да, и как их убрать. Это проблема лимфатической системы. Про лимфатическую систему я уже очень много говорил на своем YouTube-канале, и этому посвящено одно из видео, которое я рекомендую посмотреть. Напомню, что лимфатическая система – это канализационная система нашего организма, которая выводит токсины. И если у человека есть застой лимфатической системы, а он будет у многих людей, потому что основным сердцем лимфатической системы являются именно мышцы, именно мышечная система, то и лимфатический застой будет не только во всем теле, но и в районе шеи и головы. Поэтому если у человека есть общий лимфатический застой, то, конечно же, этот лимфатический застой со временем может отразиться здесь. И важно понимать, что чтобы вот эту зону восстановить, нам нужно не только, например, делать лимфатический или лимфодренажный массаж в зоне под глазами, но и заняться серьезно лимфатической системой всего организма. Пока вы не восстановите текучесть своей лимфы, пока вы не восстановите лимфатические сосуды, пока вы не снизите уровень интоксикации, который нагружает вашу лимфу от кругов под глазами, вы тоже не избавитесь. Поэтому у многих людей это может быть связано не с темой почек, а с темой лимфатического застоя. И те люди, которые начинают работать с лимфой, начинают очень много двигаться, заниматься спортом, пить достаточное количество воды, употреблять специальные лимфотропные и лимфогонные препараты, ходить в баню, сауну, использовать лимфатические массажи, от этой проблемы избавляются. У меня, кстати, есть специальный курс по восстановлению лимфатической системы. Я там подробно рассказываю, как данную систему можно полностью с нуля восстановить. Поэтому, если вы хотите восстановить свою лимфосистему, я это уже давно описал, и по ссылочке внизу под видео можно пройти и с этим подробно ознакомиться. А также я веду свой телеграм-канал, в котором часто про лимфатическую систему рассказываю. На него тоже обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет внизу под видео, и там можно с этим подробно ознакомиться в закрепе. Что еще будет влиять, по моим наблюдениям, на появление кругов и мешков под глазами? Это такая неочевидная вещь, как осанка. Дело в том, что кровь и лимфа должны равномерно оттекать и притекать ко всем зонам организма. И если у человека будет проблема с осанкой, если у человека будут спазмы мышц шеи, то кровь и лимфа просто не смогут нормально оттекать и притекать. Поэтому у тех людей, у которых есть проблемы с осанкой, те люди, которые очень сильно вот так сгорблены, у которых есть проблемы с шейным отделом, так называемая офисная или текстовая шея, вот такая, здесь лимфа и кровь нормально циркулировать не будут, и, конечно же, это со временем приведет к появлению образованию морщин и к появлению так называемых мешков и даже кругов под глазами. Поэтому для того, чтобы убрать эти круги, вам обязательно придется заниматься своей осанкой, приобрести здоровую шею, и тогда ваша кровь и лимфа будут хорошо оттекать, и все застойные процессы в лице уйдут. Это приведет также дополнительно к более ровному цвету кожи, к тому, что те морщины, которые у вас образовались, ну, по большей степени, я думаю, уйдут и придет к общему омоложению, потому что красота и здоровье вашего лица в том числе зависят от состояния вашей осанки. Этот многие неочевидный факт, многие люди игнорируют, к сожалению, просто ходят к косметологам на процедуры, делают уколы плазмы, карбокситерапии, колют пептины под глаза, делают пластические операции, но истинная проблема не решается. Поймите, друзья, если даже вы операционно здесь себе удалите так называемые грыжи, если вы просто будете постоянно колоть себе сюда плазму, да, временно это поможет, но пока вы не исправите осанку, если она у вас там, проблема действительно есть, это все время будет возвращаться. Поэтому обращайте внимание на свою осанку. Следующая неочевидная проблема, которая будет влиять на появление мешков, это проблема лорорганов. Если у вас есть постоянные синуситы, гаймориты, фронтиты, вас беспокоят аденоиды, у вас постоянные атиты, то есть есть воспалительные процессы в этой области, и в том числе даже зубочелесной системы, это тоже будет влиять на общий лимфоток и тоже может вызвать отеки под глазами. Поэтому обязательно сходите к стоматологу, проверьте состояние зубов и пройдите достойный хороший курс лечения у лора, чтобы никаких синуситов у вас больше не было. Потому что у меня было много случаев, когда пациенты обращались, решалась проблема с лор-системой или зубочелесной системой, сразу дополнительно как следствие уходили круги под глазами. Поэтому в организме не существует ничего отдельного, все связано со всем, все является единой цельной системой. Лечите лор-тему, лечите тему зубочелесных патологий, и это тоже сразу отразится на состоянии всего вашего лица. Следующая причина, которая будет влиять, это состояние мышц лица. И если у вас избыточно спазмированные мышцы лица, это может быть как следствие стресса, либо есть какие-то нарушения в черепе, об этом очень хорошо знают остеопаты, то это будет приводить к спазмам мышц, и там, где вот эти мышцы спазмированы, например, мышцы, которые находятся вокруг глаз, они будут излишне спазмироваться, и там будет происходить накопление лимфы. Вот поэтому здесь вам могут помочь специальные лимфодренажные массажи лица, здесь могут помочь услуги остеопата, здесь может помочь дарсонваль. Кстати, если говорить про массаж, то можно либо кому-то пойти, либо освоить сам массаж с помощью скребка гуаша, либо просто его делать руками. На ютубе есть большое количество видео по самому массажу лица, и я рекомендую начать практиковать. Но грамотный самомассаж будет связан не только с лицом, а прежде чем работать с темой лица, нужно сначала разблокировать зону грудины, потому что вся лимфатическая система и мышечная система едина. Сначала зону грудины нужно разблокировать, потом зону под ключицами разблокировать, потом зону сверху ключицы разблокировать, потом зону шеи, зону под челюстями, зону около носа, и потом отработать уже зону глаз. То есть мы разблокировку вот этой лимфатической системы должны начинать снизу вверх. И если с вами будет работать так правильно остеопат, или человек, который занимается массажем лица, это крутой специалист. Если специалист сразу начнет массировать вам лицо, то это специалист неграмотный, и от такого специалиста нужно сразу бежать. Правильная разблокировка и правильный массаж лица начинается именно с этой зоны. Я уж не буду говорить про то, что нужно дополнительно нормализовать осанку, отработать стопы, но хотя бы с этой зоны нужно начинать работу. Это верный признак специалиста, что он действительно разобрался, как привести в порядок лицо. Какие еще я могу дать вам рекомендации для того, чтобы избавиться от мешков под глазами? Конечно же, это тема питания. Именно питание будет напрямую влиять на состояние вашего лица. Первое, что нужно учитывать, это количество белка, которое поступает в ваш рацион. Если у вас есть дефицит белка, это можно будет сразу видеть по такому анализу, который называется общий белок. Если он будет меньше 73, то это будет говорить о том, что в вашем организме белка не хватает. И либо он не усваивается, и с этим нужно работать, либо этот белок вы просто мало употребляете. Поэтому здесь я рекомендую начать употреблять рыбу, мясо, можно дополнительно добавить протеиновые коктейли. Очень хорошо помогает коллаген. Замечательная добавка. Поэтому для того, чтобы ткани были в хорошем состоянии, должно быть достаточное количество белка в рационе. И он, безусловно, должен хорошо усваиваться. Точно так же, если вы хотите, чтобы ваши мышцы были в хорошем состоянии, тоже в организме должен быть белок. Потому что никогда не будет хорошего тургора мышц без белка. Это основной закон физиологии, который мы не можем игнорировать. Второе, на что мы должны обратить внимание, это достаточное количество меди. Вы можете сдать анализ на уровень меди. Если у вас будет дефицит, это сразу будет видно. И медь можно будет восполнить с помощью БАДов, либо уже с помощью питания. Часто я пациентам своим рекомендую БАДы, и уровень меди за 1-2-3 месяца мы очень хорошо поднимаем. Но также обратите внимание, что часто медь может просто банально не усваиваться, либо очень сильно расходоваться вашей печенью. Медь очень нужна организму, потому что именно она выстраивает каркас тканей. И те люди, у которых развивается ранний птоз, есть предрасположенность к образованию грыж под глазами, опущений. Это как раз те люди, у которых часто я по анализам вижу данные дефициты. Конечно же, в организме должно хватать аминокислоты. Обратите внимание на такие аминокислоты, как лизин и пралин. Многие грамотные косметологи назначают именно эти аминокислоты для восстановления после операции и для поддержки хорошего состояния тургора кожи. А также назначают такие витамины, как витамин А, витамин Е и витамин Д. Недаром именно эти витамины называются витаминами кожи. Потому что это первые витамины, которые будут влиять на вашу кожу. И те пациентки, которые ко мне приходят на мои очные консультации, на онлайн консультации, с целью омолодиться, оздоровиться, если у них есть запрос по коже, то я обязательно работаю с темой жирорастворимых витаминов и жиров. Потому что если жирорастворимых витаминов и жиров хватать не будет, то о хорошей упругой коже говорить не приходится. Ну и конечно же это будет тоже приводить к образованию кругов и мешков. То есть вот эта насыщенность, наполненность кожи будет напрямую связана с количеством жирорастворимых витаминов. Также будет очень сильно влиять на состояние кругов, состояние печени. Поэтому здесь я рекомендую посмотреть видео про печень. Там я подробно рассказываю, как правильно питаться для печени. Вот. Что вообще такое печень? Потому что если ваша печень будет плохо работать, и вы не будете ее питать, а вкратце напомню, что для питания печени нужно употреблять жиры и горечи, тоже со временем вы столкнетесь с проблемой кругов под глазами. Ну и конечно же базовое, это достаточное количество воды, жидкости, потому что жидкость тоже будет влиять на тургор ткани. Я уверен, что в этом видео я вам рассказал очень много полезной информации, которая вам позволит оставаться здоровыми, молодыми и красивыми, с красивыми гармоничными лицами, с плеском в ваших глазах. Дорогие друзья, если вы хотите поддержать мой YouTube канал, я думаю многие знают то, что у нас в России отключена монетизация, и свой канал я веду на свои личные средства. Если вы хотите поблагодарить меня, то вы можете отправить любой донат, любую благодарность по сердцу внизу по ссылочке под видео. Тогда я смогу еще больше заниматься YouTube, готовить для вас интересные видео, которые помогут не только вам, но и всем моим подписчикам, а на текущий момент на моем YouTube канале уже больше 200 тысяч людей. И я хотел бы сердечно поблагодарить вас за то, что вы посмотрели это данное видео. Обязательно этим видео делитесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии под этим видео, потому что именно благодаря вашим лайкам, комментариям, мое видео может продвигаться, так работает механизм YouTube. Ну а мы с вами увидимся обязательно в следующих видео. Если, кстати, вас интересует еще тема, связанная с красотой и омоложением, тоже пишите это в комментариях. Я все комментарии читаю, смотрю, обязательно анализирую все темы, которые вы хотите услышать, увидеть, и тоже на это опираюсь. Желаю вам хорошего дня, а может быть ночи. На связи был ваш любимый Козлов Евгений и ваш любимый канал Твое Здоровье. Всем пока-пока.